Уже через неделю в продажу поступят билеты на первенство России по фигурному катанию среди юниоров. Оно пройдет с 19 по 23 января в Челябинске. А награды участникам уже готовы. Подробности в обзоре спорта от Ульяны Любимовой. Каждая такая статуэтка весит 250 граммов, а сделаны они из никеля, золота, серебра и меди. Рисунок наносили вручную. Фигурный конек должен стать визитной карточкой Южного Урала. Это все ручная рисовка, это гравировка, подрезка, травление, нанесение слоев. Это никелирование, золочение. За второе место у нас идет серебрение. Конечно, у нас как уже после дзюдо и тэквондо в третье место оказалось из самого дорогого металла, его пришлось сделать из меди. Эти награды вручат победителям первенства России по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 19 по 23 января. В Челябинск приедут 90 сильнейших молодых фигуристов страны, чтобы показать себя в одиночном и парном катании. В 2016 году будут всемирные юношеские олимпийские игры зимние проходить в Норвегии или Хаммере. И будет отбор с этого чемпионата, с первенства вернее. И что чемпионат мира будет по юниорам фигурного катания, тоже отбор будет с этого первенства. Это накладывает такой определенный отпечаток на это первенство, поднимает, очень высоко поднимает статус этих соревнований. Билеты на первенство России начнут продавать буквально через несколько дней. Их стоимость от 100 до 500 рублей. Соревнования будут проходить с 14 до 22 часов. Добавлю, что спортсмены из Челябинской области в одиночном катании представлены не будут. Только из других регионов. А вот участники парного катания будут известны за неделю до начала стартов. В горнолыжном центре Металлург Магнитогорск стартовал этап Кубка России по ски-альпинизму. Этот вид спорта, когда спортсмен бежит на лыжах в гору. Ски-альпинизм набирает популярность с каждым годом. Финишируют спортсмены мощно. Обогнать их съемочная группа не успевает даже на подъемнике. Кажется, что для спортсменов не существует физических законов. А затяжной многокилометровый подъем – ничто. Несколько гонок происходит. Одна гонка вертикальная, как сегодня. И затем индивидуальная гонка и командная. Соревнуются на снежных склонах команды из Уфы, Сочи, Камчатки, Самары и Москвы. Сборная Челябинской области самая многочисленная. 17 горнолыжников из 30. Соревнования завершатся завтра. Ульяна Любимова, Игорь Гурьянов, Влад Набиев и Павел Клементьев ОТВ.